обещал я вам друзья показать волшебник по имени пианист взял и привил на степную вишню черешню водора плоды получились немного мельче уже был неплох потому что это только один из трех годов когда я там их ел вот и уже был неплох я показал панку с косточками именно через и бонда именно дерево которое привито на теплую вишню абсолютно можно стыкать более морозной вишни нет на планете вот ну а дальше о чем я сказал что здесь за ее спиной огромное количество не сеянцев а корневых отводков от этого же дерева вишневого которые стелились выросли и их надо было все выкупить науке наука у нее свое направление а надо было выкупить а потом мы тут же веточки эти брать и на эти же сеянцы привить и выросли таким путем несколько поколений и тогда добиться стопроцентной долгической совместимости совершенно чужим вещам если крупноплодная вишня на ней привитая черешня дает мощное деревья и почти вечное то есть в моем саду они не прогибают у меня прогибла одна только за эти годы это желтая вот и возможно сидит было 10 деревьев желтая прогибла желтая дорога осталось 9 и сейчас 9 вот и получается так что эту работу вести некому я сказал Грина Александровна ну назнайся тебя директор сразу пошлешь это найдешь на чем сэкономить пошлешь покупать все это и черенки и косточки и саженцы степной вишни знаете корневые отлодки это все несколько десятков деревьев связаны одной поповиной вот все они имеют в динах уже черешню а в черешне вот все в руках держат в одной руке черенок а в другой косточке везде там уже есть гены степной вишни о чем мы говорили значит несколько поколений мы имеем как бы сокращенный вариант то есть менее рослые кустарникообразные черешни потому что если бы вы видели черешню бодная наверно он плакал когда спиливал остался вот такой вот почти метр диаметр и попробуй достать что-нибудь обещал показал прокомментировал мы это называется продвижение на север вот это и есть продвижение на север гигитативная гибридизация вот гигитативная гибридизация та самая вот обещал показать ножи показываю так чтобы они видели вот этот левый нож который мне подарил сапрона антон валючич наш этот мой зам по технике значит рядом нож просто нож я пробовал копили резать ну лежит ну конечно не сравнить вот этот нож помните я говорил не мог найти его мне его подарили он на две стороны заточен я бы не вспоминал бы эту фотографию приходит письмо а что же нам решать делать если продажи ножи для левшей то есть здесь вот она чистая каёмка вот это вот каёмка которая с уклоном вот а у левши должны быть наоборот а я не знаю обращаюсь есть продвинутые люди которые подскажут всем и тому кто это вопрос задал то есть существует ли промышленные ножи промышленное производство для левшей то есть за . наоборот а пока ему сказал но если не найдете если мы вам не поможем ну пожалуйста перетачивать надо вот эти ножи чем хороши это кулировочный нож он туповатый только хлеб резать ну масло можно резать вот туповатый наточить его трудно знаете почему очень сильно хорошая сталь тверда ну можно но обычно можно переточить его на станке вот и даже для левшей перетащить но это надо делать и